Прошу приступить к выслушиванию первого опорного доклада, на полный регламент. Мы выслушиваем этот доклад, приправим его к сведению, по его окончанию задаем вам вопросы на полное понимание приложенной информации, и не вступаем в полемику, потому что мало кому интересно говорить об эгоизме отдельных лиц, присутствующих в этом зале. Мы говорим о наращивании коллективного научного знания. Прошу. Добрый день. Меня зовут Сонна Александровича. Я почти 30 лет без малого проработал в инсульсистемном анализе, который основал академик Гриши Ани, который в свою очередь был одним из основателей римского клуба. И вот только в прошлом году, когда инстаграм фактически пригласил свое существование, то я, соответственно, просто там перестал работать. Ну и как футуролог я периодически появляюсь в СМИ, выступая с футурологическими прогнозами. Мы с Сонсистемным анализом занимались проблематикой в основном информационной безопасности во всех ее аспектах, и в частности безопасную финансовую систему разработали основы современных стандартов безопасности банковской системы, которая в настоящее время, на основе которых сейчас она и функционирует. Значит, ну, а кто-то доклады, которые я сегодня делаю. Значит, основная мысль будет со следующим. Основные проблемы, на наш взгляд, в тех подходах, которые имеются на сегодняшний день в ООН и в Римском клубе, и в их рекомендациях, они исходят из того, что у обоих этих организаций, ну и практически вообще в мире не ведется модель угроз для человеческой цивилизации. Нет полной модели угроз. Вот. Ну, в данном случае представлено, какие угрозы называются ООН. Вот. Ну, белым показано то, на чем внимание все время акцентирует ГУДЕРШ, агенция ООН. Это ядерная угроза, мировой терроризм, огромные конфликты, изменение климата, растущее социальное неравенство, опасности новых технологий, миграционный кризис. Ну, и в дополнение, значит, вот по множеству документов ООН, опять же, проходит следующий угроз. Это загрязнение мирового океана, парниковые выбросы, войны между государствами, население внутри государства, включая гражданские войны, массовые нарушения прав, человек и геноцид, нищета, инфекционные болезни, экологическая деградация, оружие массового поражения, ядерное, радиологическое, химическое, бактериологическое оружие и транснациональное организованное присутствие. Что нам не нравится в этих угрозах? В том, что они полностью регновелуют угрозы, связанные с тем, что, вообще говоря, мы живем не на изолированной планете, не в изолированном мире, а мир этот крайне хрупок, и он расположен в катастрофически нестабильных средах. Собственно говоря, вот теория катастрофически нестабильных средов, это вот, как бы, краеугольная теория, которую я взвиваю последние 20 лет. Вот, и, значит, и вот все эти проблемы возникают из того, что полноценная модель глобальных угроз человеческой цивилизации не ведется никем, значит, это приводит к тому, что абсолютно игнорируются геофизические угрозы, ну, мы знаем, землетрясение, наводнение, вообще говоря, нестабильность, возможная нестабильность, элитосферных клип на, значит, вот, на магме и так далее. Абсолютное игнорирование космических угроз, здесь вообще бесконечное количество. Следующее, абсолютное игнорирование угроз вытекающих, чрезвычайно биологическую уязвимость через коридороны, из права исключения, там, говорим, они там указывали на проблемы, там, заболевания, там, распространение эпидемий и так далее. Ну, или все, практически игнорируется проблема того, что мы вообще можем существовать в очень узком диапазоне температур, мы совершенно неподготовлены к любому облучению, дополнительному и так далее, то есть чрезвычайно уязвимы, и это в качестве угроз тоже не рассматривается. Дальше, абсолютное игнорирование угроз вытекающих, чрезвычайно идеологической уязвимости человеческого вида. То есть, практически, человечество периодически стравливается, вовлекается в процессе самоистребления, саморазрушения и так далее. И четвертое, это иллюзия возможности, ну, в результате, как бы, значит, делаются совершенно неправильные выводы, и возникать иллюзия возможности обеспечить безопасность будущего, снижение деловой активности и потребление через ресурсы. Это вот основные выводы, которые следуют и из рекомендаций ООН, и из рекомендаций Римского клуба. Вот, ну, для примера я просто, вот, игнорируем космические угрозы, ну, вот НАСА в свое время попытались срезать, значит, им финансирование, и вот они упустили такой плакат. Это плакат, который показывает, значит, вот движение астероидов, которые только тех, которые угрожают Земле. Вот, ну, и вопрос, вы по-прежнему думаете, что НАСА больше не нужно? Вот, национальное агентство по космосу американское. Вот, вот это только один пример игнорируемых угроз. А на самом деле из космоса, конечно, угроз просто, бесконечно. Там одних классов, в общем, у меня специально, я 20 лет веду, значит, досье на мироздание, так называемый сайт в интернете, и вот в этом досье на мироздании, там, значит, это сотни страниц с этими угрозами, которые существуют для человечества в космосе. Вот, ну, значит, в результате они вот сформировали вот эти вот цели устойчивого развития, и 17 этих целей, вот, вообще говоря, это правила хорошего поведения. Да, как первый шаг, это хорошо, то есть все должны знать, что значит, как жить правильно, какими правилами руководствоваться. Поэтому это, бесспорно, полезное, полезный первый шаг. Но нужно двигаться дальше, потому что этого первого шага будет недостаточно. Вот, что же нужно, в каком направлении предлагается, собственно говоря, двигать это все. Во-первых, ООН, наконец-то, должно принять меры к тому, чтобы был создан или институт, или вообще какая-то структура, и, в общем, в ООН должно иметься, и, в общем, человечество должна быть полной модель угроз человеческой цивилизации. Вот эта задача должна быть решена, и, возможно, ставится ООН. Если ни одна из наций, это вопросы не ставит, поскольку я был единственным человеком, которым я этим занимался, вот, но никогда это не находило никакой поддержки. Дальше. Поставить перед человеческим целью достижение его неуничтожимости, поскольку совершенно ясно, что мы существуем, вот, как только мы начинаем строить модель угроз цивилизации, мы понимаем, что мы находимся в ситуации, когда любая модель угроз будет неполна. Вот эту ситуацию мы называем, и среды, в которых существует такое положение, мы называем карастрофически нестабильными средами. И на самом деле человек, что существует в карастрофически нестабильных средах, вот, 7 уровней, у меня дальше будет слайд, который показывает, я вообще, формальную модель, 7 уровней карастрофически нестабильных средов над каждым человеком, над цивилизацией, соответственно. Вот, то есть это вот 7 уровней угроз, модели угроз, которые вообще бесконечны. Это не значит, что ее не надо строить. Надо строить и контролировать, по возможности, все, что можно, вырабатывать на полное решение. Вот вопрос, значит, как выживать в карастрофически нестабильных средах. Вот это вот следующий вывод. Добиваться внедрения критерий наращивания могущества человечества во все социальные среды, и прежде всего в систему образования. Но там мне голосали, идет немножечко позже. И что такое могущество, разъясняется более подробно. Ну, вообще, это способность человечества не стать жертвой. То есть мы должны в каждом нашем поступке, в каждом нашем выборе соизмерять, насколько это может нас делать жертвой, или все-таки не делать, предотвращать нас того, от той ситуации, что мы станем жертвой. Вот это, значит, как бы основополагающий вывод, как выживать в средах карастрофически нестабильных, в которых любая модельная угроза будет неправда. Дальше. Добиваться по семерной реализации принципов степени соблюдения, которых определяет эффективность любых социальных службов. Вообще говоря, ООН должна, наконец, прекратить морочить голову, значит, просто правилами хорошего поведения, а сказать странам, какие принципы они должны выполнять, чтобы быть эффективными. Чтобы вот по этой шкале вот есть fail state, неудачные страны, страны, разрушающие жизнь своих сограждан, и странами welfare state, странами всего общего благоденства, благосостояния, вот это вот, как перейти из этих fail state, и как по этой шкале от fail state до welfare state, двигаться все в другую сторону в welfare state, вот соблюдайте принципы. Вот эти принципы, в принципе, должны быть доведены через ООН. Это принципы справедливой компенсации, вознаграждения, оплаты, как хотите. Значит, это первый принцип. Второй. Главное, что он должен учитывать в частности то, о чем говорил, вот очень хорошо Билл Гэк сказал, что я понимаю, что я должен скомпенсировать то, то, что в них существует, и все существуют, я существую в обществе, когда он существует, я должен обществу скомпенсировать. Ну, это он так объяснял, почему он создал этот фонд, и половину своего богатства отдал этот фонд. Фонд Билл и, значит, Медилл и Гейтс. Вот. Значит, по справедливой компенсации, свободы конструктивной, свободы конструктивной самореализации, вот, это значит что? Это вот что у людей должна быть возможность и предпринимательской деятельности, и так далее. Вот сразу хочу обратить ваше внимание, вот недостаток левых идей, в том, что там нарушались все эти три принципа. Справедливая компенсация, где уравниловка, вместо справедливой компенсации, свободы конструктивной реализации, где, вообще говоря, было запрещено частное предпринимательство, и свободы оппонирования, там же, допустим, в левых идеях, это было, значит, экономика правительства, это там демократический централизм, и так далее. Вот это важнейшие три принципа, свободы оппонирования, ну и дополнительные важнейшие принципы идеологической безопасности. Вот, мы знаем, нашу страну дважды разрушали, в 17-м и в 91-м, вмеряя разрушительные идеи. Культивирование критериальных основ конкурентоспособности, то есть, это вот то, что мы везде должны увидеть, насколько конкурентоспособность, опять же, понимается, с родственным, с могуществом, как способность не стать жертвой бесконечного количества угроз. И культивирование лучших практик, то есть, вот, лучшие практики, которые выработаны, в данном случае, например, Велферстель, которая сейчас, как бы, лучшая практика создания государства, где всем обеспечивается достойная жизнь. Вот это, значит, один из примеров. Дальше, дальше. Ну, и, в общем, стратегические задачи, которые должны быть поставлены, это космическая экспансия, продление жизни и повышение юзивидности. Вот это задачи, без которых человечество не имеет никаких перспектив. Как планетарная цивилизация, человечество не имеет никаких перспектив. И вот эти, вот, последние четыре доклада, которые, на анализе которых я делал дальнейшие, там, вот, выводы, которые я сейчас покажу, значит, вот, они все, их главный недостаток. Они считают, что, возможно, устойчивость на, если мы берем, просматриваем человека как планетарную цивилизацию. Вот это самое большое заблуждение. Значит, человечество, как планетарная цивилизация, чрезвычайно уязвимо, бесконечно уязвимо. То есть, качество угроз нерешаемо. Большинство угроз, вот если мы посмотрим на все множество, оно парируется космической экспансией. Вообще, говорят, двумя амерами. Космическая экспансия и внедрение критериальных основ способностей и могущества. Вот, они закрывают большое количество угроз из всего того огромного множества, которые есть. Они же предполагают, и вообще вся вот эта вот, все их построения, возможности построения планетарной человеческой цивилизации. Это, это большая иллюзия. Вот, ну и вот, угроза человеческой подоклада Беремского клуба. Деградация планеты, рост авторитаризма и фундаментализма, торжество спекулятивного капитала, то, что кризис перестал быть цитрическим, а стал постоянно усиливающимся. В частности, кризис капиталистической системы, где в результате уклонения от налога в офшорах сейчас спят на порядка 32 триллионов долларов, вот, в то время, как важнейшие задачи цивилизации не решаются, нету денег на решение важнейших направлений по обеспечению безопасности нашей цивилизации. Дальше, избыточное потребление выброса СО2, глобальный сбой в распределении продовольствия, 8 миллионов человек продолжают голодать, а вот, города, 200 лет назад существовала, губер, миллионер сейчас их, 20, значит, часть их песотни, включая 20, с населением более 10 миллионов, это в том, при том, что люди в городах потребляют в 4 раза больше ресурсов. Значит, черная, темная сторона сферовой экономики, она приводит к тому, что такие, например, компании, как Uber, ничего не платят за дороги, за инфраструктуру, а только обогащаются на них. Неконтролируемое развитие и неэтичное использование экспоненциальных технологий, то есть, это технолог, которые развиваются поэкспонентам, гузерно-форно-развивающиеся технологии, а вот, то, что они не контролируются, это тоже проблема. Ну, дальше, нервы, предполагаемые в рамках Римского клуба. Максимальная исключительная гражданинства, это вот самая губительная мера. Вместо того, чтобы, значит, посмотреть на опыт Китая, который, как только там начали реализовать правильные принципы, отошли от губительных коммунистических левых принципов, и вот те принципы, которые я показал, они на них перешли, как сразу такой резкий рывок, они стали ведущей экономикой. Вот это показывает, что на самом деле человеческий потенциал чрезвычайно важен, повышает, как говорится, способность и могущество человечества. И вот у них главный вывод. Максимальное сокращение рождаемости. Дальше. Живодство, непозволительная роскошь, поскольку наибольший экологический урон, отказ от ВВП, как главный показатель эффективности. Ну, здесь можно с ними согласиться, что ВВП, по ВВП выгодно, значит, разливы нефти, которые увеличивают ВВП по их ликвидации. Потом, значит, то, что учитывается, только то, что, значит, идет через торговлю. И вообще, любые детские несчастные случаи, они увеличивают ВВП. В общем, они пока хорошо показали абсурдность этого показателя. Дальше. Ограничение конкуренции и защита слабых видов. Фундаментальный слабый валют. Ну, вот здесь очень правильный вывод, да, что очень важно не конкурентоспособность и конкуренция не должна приводить к гибели слабых видов. Конкурентоспособность это новое понятие, новая концепция должна быть, которая говорит, прежде всего способность не стать жертвой, а не кого-то задушить, задавить и так далее. Необходимость достижения баланса. Ну, и вот по балансу здесь у них очень много. Они говорят, что между человеком и природом устойчивое развитие. В общем, здесь все в основном правильно. Все, что они говорят там между конкурентоспособностью и конкурентоспособностью, между скоростью и стабильностью, между индивидуальным и коллективным, между женщинами и мужчинами, между равенством и справедливым вознаграждением. Вот здесь вот вопрос, конечно, равенства и справедливым вознаграждением это если не оценивать вклад вообще каждого в человеческую цивилизацию, даже если он нигде не работает. Он просто часть человеческой цивилизации. И тогда мы говорим, что он все равно он должен получать справедливое вознаграждение за то, что он часть просто нашей цивилизации и он выполняет великую миссию. У меня теория великих миссий. Он выполняет всем и каждый человек выполняет величайшие миссии в этом мире. Ну, и дальше между государством и религией, тоже это понятно и тоже можно приветствовать, потому что религии имеют свои положительные стороны, если они не разрушительного плана. Вот. Дальше новые форматы международного сотрудничества они предлагают вот Всемирный Совет Будущего, например, Волгий, Волгий, и Великий Переход Great Transition, то есть переход к единому человечеству. Вот. Ну, и пример приводит вот Best Practice это значит вот ирландская ассамбляет граждан. Это на местных уровнях. То есть чем должно управляться на местных уровнях ассамбляет граждан, а вообще всего такое единственное человечество. Дальше долгосрочное мышление правительства должны забыть о границах и огня висели ради совместного процветания. Это все правильно. Переход к альтернативной энергетике значит приводится в пример образец как Китай, который значит даже в Конституции внес, что они строят экологическую цивилизацию теперь. Вот. Ну, это после того, как они стали задыхаться в своих городах. Изменение экономических парадигм значит к тому, чтобы экономика стремилась к устойчивому росту. Ну, вот это очень спорно, здесь можно будет спорить. И образование для будущего тоже здесь раскрывается. У них вот основа на связанности, то есть образование должно служить коммуникациям, улучшение коммуникации между людьми, носить ценностный характер, то есть корениться в универсальных ценностях, фокусироваться на устойчивости, экологии и так далее, сохранении жизни, культивировать интегральное мышление, то есть мышление, которое способно охватывать всю проблематику, а не быть узким специалистом, и исходить из-за клюроризмом содержания, то есть не одну теорию какой-то обосновывать, а весь обзор полной теории, которая существует по всем вопросам. Вот. Ну, что предлагается? Вообще говоря, значит, я уже последние 29 лет разрабатываю вот это вот 24 теории, 24 теории великих миссий неустаживности и могущества человечества. Ну, во-первых, великих миссий, вот, к сожалению, никто не говорит о тех великих миссиях, которые стоят перед человечеством, как бы, смысл, мы вообще спрашиваем, какой смысл существования человечества. Мы выполняем несколько великих миссий, в частности, это то, что, если вот мы рассмотрим теорию уникальность человеческой цивилизации, это такое чудо, как мы возникли. Это невероятно просто. Это вот то, что сохранила геология, геологические пласты, это просто невероятно, как мы вообще возникли. Смогли. Пожалуйста, а смешно поговорить в следующий раз, что давайте закончим оборудование. Мы не можем обернуться немножко к аудитории. Хорошо, вы закончите коммунсорс, значит, мы о смысл поговорим в следующий раз. Давайте о правом угрозах говорим до конца. Все ли вы принимаете, критикуете, либо не критикуете, с чем-то можно согласиться, как выясняется, с чем-то можно поспорить. Давайте в этом оскорке поговорим. Хорошо, в общем, значит, вот здесь вот как-то их составляющие, вот эта составляющая имеет 21 составляющая, она как раз концентрируется на угрозах. Мы существуем в кандидатических нестабильных, вот, 20 теорий обещают что делать, как выживать, выжить вот в таких ситуациях, когда, конечно, концентрируется и стабильность в центрах мы существуем бесконечно. Практически, ну, это тоже представление, только уже как бы в этом эротическом порядке, они там связаны эротические теории, отвечающие на вопрос. Что лежит в основе подхода вот этой разрабатываемой теории? Это русский космизм и философия общего дела Николая Федора. Вот годы его жизни, значит, какие основные идеи, в общем-то, мной развиваются? Это о сплочении человечества в общем деле противостояния угрозам цивилизации, об использовании военной технологии только во благо цивилизации, о необходимости освоения и заселения через космоса, о создании технологии продления жизни бессмерти и воскрешения предков. Вот этот четырехтомник здесь, ссылка на него, практически академическое великолепнейшее издание с великолепнейшими потрясающими комментариями, я очень вам рекомендую, в интернете вы можете найти, они все здесь выложены. Вот, собственно говоря, это то, что я стремлюсь продолжать, то есть, вот эту идеологию, которую, на мой взгляд, все должны воспринимать. Ну, системный анализ это вот тот метод, который я использую, то есть, использую все множество научных знаний и делаю их, обнаруживаю и использую их в системных связях, чтобы доказать правильность своих подходов. Значит, ну, и вот идеология, которая базируется на этой пирамиде из 24 теорий, это цивилианизм. Значит, определяется он через его цель и задачи. Главная цель идеологии могущества, о, цивилианизма, как идеологии могущества человеческой цивилизации, внедрение критериальных основ в повышение шансов безопасности будущего в развитии человеческой цивилизации каждого человека. Главный критерий могущества нашей цивилизации в общении безопасности и благополучии каждого человека. Подмогущество понимается способность человеческой цивилизации стать несокрушимой и способная обеспечивать безопасность и благополучии каждого человека. Всплочение человечества во имя его неуничтожимости, нескрушимости и могущества при осознании всех угроз его существования и существования каждого человека вот главная задача цивилизм. Так определяется цивилизм. Значит, теперь по поводу еще глоссарий, по поводу понятия неуничтожимости человечества. Вот эта формула, она показывает вероятность выживания того, что наша цивилизация не будет уничтожена. При том, что количество угроз, вот она, которое существует, оно практически стремится к бесконечности. При этом, вот это вероятность реализации каждой из этих угроз. Эта вероятность может уменьшаться, если угроза осознается и принимаются меры к ее понижению. Таким образом, если вот то, что модели угроз нет, что мы не осознаем массы, угроз, игнорируется масса угроз, вот оно повышает, оно вот это снимает, этого нет, и угрозы уничтожения нашей цивилизации, они возрастают. Если мы их не осознаем, мы ничего не делаем. Дальше, вот это иллюстрация понятия касающихся стабильных средств. Вот 7 касающихся стабильных средств. Первая касающихся стабильных средств для каждого человека, и значит для всей цивилизации, это нестабильность мозга нашего. Вторая касающихся стабильных средств – это тело наше. То есть мозг сотни болезней, тело тысячи болезней, только болезни, я уж не говорю там, другие проблемы. Вот, потом идет биологическая среда окружающей среды, потом идет среда, которая тоже нестабильна, потом среда социальная, потом национальная, вот, потом, значит, идет среда цивилизационная, и, наконец, мироздание, которое мы вообще не контролируем, и которое вообще неизвестно, какие угрозы нам несет. Вот, и, собственно говоря, во всех этих случаях имеет значение большой цивилизационный коэффициент. Он позволяет снижать вот эти вот вероятности того, что мы станем их жертвами, бесконечно это множество выбросов, это наша цивилизация. То есть, вот, чем могущественнее наша цивилизация, тем мы быстрее преодолеем вот это вот, справимся с этим бесконечным количеством угрозов. Ну, и, как бы, последний вывод. Вообще говоря, нужно признать, что мы вообще, на самом деле, уже получили best practice, лучшую практику в области построения государств. Это welfare state, да, государство с, значит, всеобщим процветанием, значит, всеобщим боговенствами, богосостоянием. Вот, и, собственно говоря, вот здесь вот приводится пример, и здесь, исходя из парадигмы, традиционной парадигмы, к которой мы привыкли, формационной, показывается, что эти welfare state объединяют в себе все три формации коммунистическую для тех, кто не может жить по принципу справедливой компенсации. Это пенсионеры, это инвалиды, это те, кто, ну, неудачники. И приводится пример, вот, Джоан Роллинг оказалась ребенком одна, без следствия существования, но получила она вот эту поддержку коммунистическую, когда живешь по принципу, значит, от каждого способностей к каждому по потребностям, но в рамках, конечно, которые общество может себе позволить. И вот она выжила, она написала первый свой роман, и в результате стала, в общем, самой богатой писательницей на сегодняшний день. Вот это пример того, как работает коммунистическая формация в welfare state. Второй уровень социалистической формации, решение общественных задач, где там государственные задачи и прочее. Решается и третий уровень, это уровень капитализма, да, там уже жесткая конкуренция, но в любом случае человек не побегает, не погибает, а если он даже проигрывает, то он опускается на туристическую формацию, где он может, вот, подобно Джоан Роллингс, опять подняться. Вот. И, значит, наконец, значит, ну и вот это вот одна из высших мыслей человечества, значит, находить, создавать, распространять, совершенствовать образцы best practice, вот, которые, возможно, окажутся полезны для всего мироздания. Вот. Ну и приоритизация глобальных целей, как бы, отсюда, это внедрение критериальных основ наращивания могучего человечества во все институциональные структуры цивилизации, изменение системы образования, со школьной системы скамей, нужно готовить каждого к решению задач спасения и наращивания могучего человечества человеческой цивилизации. Третье. Построение общества, всеобщего благоденствия во всех странах, по всему миру. Космическая экспансия, колонизация Луны, Марса, Северия, переработка астероидов, вынос производства за пределы Земли, превращение Земли в курорт для свадки и космосцивилизации. Вот здесь очень хорошие перспективы открылись, потому что сейчас стало ясно, астероиды, открытие астероида, которые стоят по триллионы долларов, триллионы долларов. То есть, вот эти вот триллионы, которые зависли в офшорах, их можно привлечь вот в эту область, потому что она сможет хорошо окупаться, космическая экспансия сможет хорошо окупаться, потому что там огромные возможности для, значит, оправдания расходов. И разработка технологий продления жизни и неуязвимости человеческого мира. То есть, только должно приветствоваться вот этому. Все, спасибо за внимание. Вот здесь вот, как бы, то, что мы развивали, это Национальный служб контроля рисков, она до сих пор, пока ее не отключили в системную анализы, там, в остатках, что там от него осталось. Вот, и можно там попробовать поработать с нашим программным комплексом. А это вот заложено в СИАСО, которое мы заложили, в конце концов, в управление всей финансовой, в обезопасной банковской финансовой индустрии. Я предлагаю вам дарить слепачек. Спасибо.